Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит А мы попробуем Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов Исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат Здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодня мы с Вадимом Родионовым начнем нашу передачу с поздравлением самих себя Нам 4 года, олимпийский цикл выполнил 5 октября в субботу исполнился ровно 4 года с выхода первой передачи Я очень хорошо помню эту передачу, помню книгу готовился, волновался и так далее Что ценного в нашей передаче, на мой взгляд? Но информация, это понятно Она у нас с Вадимом строится вовсе по принципу той же психотерапии То есть у нас нет заранее расписанного сценария У нас нет распределенных реплик друг между другом Более того, очень часто я узнаю о теме программы уже непосредственно в студии Что тоже придает определенный элемент неожиданности всегда нашим разговорам И в этом есть ценности Так же, как человек приходит в кабинет психотерапевта И отпускает мысль на свободу И у нас возникает свободный диалог Куда он нас приведет, мы никогда не знаем Что-то похожее происходит на нашей передаче Конечно, есть тема изначально Но вопросы Вадима непрогнозируемы Звонки слушателей непрогнозируемы Ну и куда приведет меня моя мысль, тоже непрогнозируема Поэтому для меня это ценно Потому что мы работаем свободно, ненапряженно И в этом есть столь любимый, но и элемент импровизации Надеюсь, мы дальше сможем этого принципа придерживаться Ну и это прямой эфир, в котором, как известно, может произойти всякое Чем мы продолжим? Я хочу начать с истории, связанной с недавним приходом ко мне одной моей пациентки Кстати, сразу говорю, что историю, как обычно Если я упоминаю моих пациентов, я оглашаю с их ведомым разрешением Естественно, не упоминается, как их зовут Но все равно я считаю правильным спросить у них разрешение Чтобы озвучить часть нашей встречи Так вот, я часто, начиная нашу работу с пациентом Ну, люди приходят в тревоге, очень напряженные И видно по ним, что они давным-давно разучились расслабляться И я иногда начинаю с такого сеанса внушения, релаксации Чтобы научить человека расслабляться сначала в моем кабинете А потом, чтобы человек мог самостоятельно заниматься у себя дома Вот этот раз Мы начали расслабляться Пациентка лежала на моем диване Мы проработали это И когда она закончила, я спрашиваю, ну как получилось расслабиться? И она говорит, сначала все шло неплохо А под конец я вдруг начала бояться Что я недостаточно расслабляюсь И вы сейчас на меня рассердитесь за это Я задал вопрос, как же так? Вроде вы приходите ко мне, платите за мое время Я здесь для того, чтобы вам помогать А не ставить какие-то оценки, хорошо или плохо Уж тем более сердиться на вас Так это логически я понимаю Я ничего с этим поделать Мы заговорили И естественно всплыл образ ее отца Который был вечно ее недоволен Который постоянно говорил, что она нехороша Или недостаточно хороша в самых радостных проявлениях В учебе, в хобби, в чем угодно И вот мы имеем результат Девушка, которая чувствует себя виноватой везде Виноватой за свое несовершенство Ну как минимум две вещи, которых Которым стоит затронуть Во-первых, мы видим Насколько Насколько влияет уже на взрослых людей По-прежнему Эти их детские отношения И хотя сейчас все у нас грамотные И все говорят, что все проблемы родом из детства Мы это уже прочли и знаем Но знать Из книжек это одно А видеть А уж тем более ощущать на себе Это совершенно другое Причем, как мне кажется Можно ведь понимать Откуда та или иная проблема возникает Но при этом не уметь с ней как-то справиться Потому что понимание Это часть, особенно поверхностная Это часть рациональная Осознанная, сознательная И как мы уже неоднократно упоминали Есть наше бессознательное Которое всегда выигрывает у сознания И это бессознательное нами как раз и управляет Нашим поведением Да, поэтому цель нашей терапии Это бессознательное Проработать И невозможно целиком его сделать осознанным Но еще Фрейд говорил, что цель психоанализа У нас психотерапия Для того, чтобы расширить сферу сознательного Эго за счет бессознательного и сверхсознательного Правда, недавно мне в Фейсбуке попались психологи Из какой-то своей психологической школы Которые с гордостью сообщили Что заметили, что во время их работы Бессознательное уменьшается А у них, у обоих вообще практически отсутствует То есть это такой новый подход Вот они настолько просветленные люди Настолько проработавшиеся Что их бессознательное исчезло Все у них исчезло Только одно сплошное осознанное Как же они это осознали? Учитывая, что мы не можем осознать бессознательное Ну вот они так думают Мне это кажется очень интересный ход Принял сказать, что я настолько просветился Что у меня исчез толстый кишечник, допустим Ну да ладно Так вот Мы видим, насколько в этой ситуации У взрослой девушки Вполне состоявшегося человека По-прежнему бессознательно посылают импульсы Чувство вины Чувство страха И Очевидно, пока оно не будет проработано В самых разных ситуациях Где будет находиться некая властная фигура А меня она в данном случае Очевидно, наделила властью Заметьте, она во мне увидела Ни того, кто помогает Ни того, кто заботится Ни того, кто лечит А в первую очередь Кого-то наделенного властью Такой перенос на авторитарного лидера получается Да То есть это Подавляющего Тот самый отцовский образ Который, очевидно, в ее детстве был связан В первую очередь не с любовью и заботой А со страхом С наказанием С критикой И тому подобными вещами То есть человек даже Ходясь в состоянии расслабления Когда отключается мозг Ну, по крайней мере, работает уже в таком режиме Он все равно опасается И он все равно напряжен получается Потому что, как мы знаем В состоянии страха мышцы все равно в тонусе В том-то и дело Что человек изначально вроде бы начал расслабляться Я думаю, этот импульс Такой щелчок Не расслабляйся Ты недостаточно хороша Сейчас тебя будут ругать Я думаю, это защитный рефлекс Который закрепился Твоего самого детства Которого она живет Он так и гласит Не расслабляйся То есть всегда быть готовой к угрозе Да У тебя нет права быть расслаблен Ты недостаточно хороша У тебя явно есть какие-то недочеты У нас звонок? Да Звонок Прими его Здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте, Александр Да, Александр Знаете, у меня ситуация какая бывает Вот уже все, ложусь спать, отдыхаю Но мозг мой не отключается Я просто постоянно думаю Что мне завтра надо делать И мне это снится Вот почему такое часто происходит Объясните мне, пожалуйста Спасибо Я с вами не знаком, Александр Но могу предположить Что вы человек очень тревожный И что часто свойственно тревожным людям Гиперответственный У каждого склада личности Это часто рассказываем Тревожным пациентам Есть свои плюсы и минусы Нет никого однозначно Однозначно не выгодного Или однозначно выгодного типа личности Тревожные, гиперответственные люди Очень хороши на работе Вот видите, вы даже думаете Пересном о работе Снится вам работа Скорее всего на работе Вы человек неповерхностный Не пофигисты И эффективный Да, то есть вам все можно доверить Вас не надо проверять Вы сам себя сто раз перепроверите И, наверное, вы очень ценный работник Вторая сторона медали заключается в том Что гиперответственные люди Настолько ответственные Что расслабляться Они разучились Они не умеют отдыхать Они не умеют радоваться Они часто пополняют собой Ряды трудоголиков Люди, которые уезжают в отпуск Чувствуют себя плохо Бесконечно думают о работе Звонят, сидят в компьютере Вообще стараются Побыстрее сбежать оттуда Потому что отдыхать им плохо Эту историю можно сравнить Как раз с примером Который вы привели У своей пациентки Которая боится наказания За то, что расслабляется Здесь другая история Здесь немножко другая Хотя, наверное, в основе тревоги Часто будет лежать страх Но здесь страх что-то упустить А также свойственно Как мы много раз говорили тревожным людям Желание все вокруг контролировать Потому что если у тебя есть Якобы все под контролем Значит, ты убережен от неприятных сюрпризов Хотя это иллюзия Да, поскольку все контролировать мы не можем Это бесконечная трата сил Энергии, эмоций И все равно истощение Отсутствие результата Потому что жизнь так устроена Какой-то неприятный сюрприз Рано или поздно преподнесет Мне это напомнило Такой пример Такая аналогия возникла Как вот в мобильном телефоне Когда подключены разные приложения Но они не используются Но, тем не менее, они сжирают заряд батареи Это как раз про тревожных людей получается Очень хороший образ, Вадим Вам пора пополнять наши ряды 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Звоните, задавайте свои вопросы Мы сегодня говорим в том числе О переносе К переносу мы сейчас придем Что я еще хотел сказать Тут, как нам позвонил уважаемый Александр Сказать о том, что Вот этот сигнал «не расслабляйся» Наверное, когда-то он имел какую-то Защитную функцию Ну, я не знаю, могу себе представить Первобытного человека, который заснул Где-нибудь в джунглях Но удовольствием слушать в полуха Не подкрадут ли хищник Не идут ли враги Не собирается, не знаю, на него упасть дерево Или убить какой-то гигантский кокос Не знаю Или сон матери, кстати Например Ну, сон матери, конечно, такой же Потому что ребенок, конечно, не дает ей расслабиться и заснуть И когда-то, наверное, ты имела Разумную защитную функцию Теперь это, увы, ее обычно уже не имеет А вот сигнал «будь начеку» остался Я думаю, что Если пойти в какие-то пути Каких-то аналогий Вот даже какая-то девушка Вроде бы в безопасной обстановке В кабинете психотерапевта Целенаправленно пытающаяся расслабиться Вдруг Какой-то посылает человеку Какой-то тревожный сигнал Который бьет током Какой-нибудь экспериментальный Злой психолог Который бьет током, мол, не расслабляясь Я думаю, что то же самое происходит У нее и у таких людей, как она Когда вроде бы покой Когда можно наслаждаться Ну, я не знаю, близостью с любимым человеком Природой, отпуском, чем угодно И никогда этим насладиться невозможно Потому что где-то В твоем бессознательном Чей-то злой голос Говорит тебе Опять, что все не так Опять недостаточно хорошо Надо встрепенуться И снова и снова С одной стороны оглядеться Все ли я делаю правильно А с другой стороны Присмотреться, кто рядом со мной Не достанется ли мне за это Сейчас мы сделаем небольшой перерыв Потом вернемся и продолжим Программа «Диагноз недели» Оставайтесь с нами Программа «Диагноз недели» Мы продолжаем В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов Меня зовут Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев Мы продолжаем наш разговор И вы, кстати, к нам подключаетесь По телефону прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Также можно писать по WhatsApp 230-6191 Ну вот Теперь после практической части Мы можем перейти к теоретической части Как называется Явление О котором мы говорили Когда Девушка Испытывает к своему психотерапевту Эмоции, которые когда-то Испытывала к совершенно другому человеку Но речь идет о переносе Да, совершенно верно, Вадим Это называется перенос Трансфернс по-английски Звонок у нас Да, звонок Давайте примем Здравствуйте Как вас зовут? Добрый вечер Здравствуйте, Лариса Я вроде нормальный человек Себя считаю нормальным человеком Но вот что интересно У нас в Каугурии Цыгане работают в магазинах Дети у них нормально одеты Учатся в школах Не гадает никто ничего Но почему-то Когда я вижу Несколько цыган Я машинально К себе прижимаю Сумку Вот это как называется Расслабление Нерасслабление Ну вот Или Когда я вижу Несколько подростков Мне идут навстречу Я стараюсь вообще Перейти в другую сторону Если можно То есть у меня Что-то подсознательно Все-таки Где-то какой-то Страх сидит Спасибо Да, спасибо Есть страхи Есть тревоги Я думаю, что Бывает, что кто-то Становился жертвой Мошенников В том числе и цыган Гадания Есть стереотипы В конце Есть стереотипы Что от цыган Исходят зло Что подростки Обязательно завьют И ограбят Такое, наверное, бывало Но я думаю, что Скорее, Лариса Это вам надо С собой побеседовать У вас действительно Были случаи Что вы пострадали От вышеупомянутых Групп людей Или это то, что вы Все слышали Надо с ним быть осторожным Надо всего опасаться И так далее Но это не перенос Нет, это не перенос Значит, я вроде нормальный человек Что такое нормальный человек Есть идеальный газ физики Что это нормальный человек Которого нет Ни страхов Ни тревог Я таких не встречал То, что у вас, Ларис Нет какой-то психической патологии Поставим психиатрический диагноз Вряд ли можно Значит, вы здоровый человек А нормальный Я не знаю, что это такое Нормальный, это слишком Субъективная история Да Так вот Что такое перенос Перенос Это когда Мы испытываем Кому-то чувства Которые когда-то Давным-давно Обычно в детстве Испытывали К совершенно другому человеку Ну, обычно Это люди Из близкого круга Это родители Братья, сёстры Бабушки, дедушки Надо же какие-то воспитатели Учителя Из ранней Из раннего детства И эти чувства Переносятся Как на Каких-то случайных людей В твоей жизни Ну, естественно Очень часто Чувства переносятся На психотерапевта Потому что Психотерапевт Человек, который вызывает Перед которым ты открываешься Испытываешь В его присутствии Достаточно сильные эмоции О котором ты мало что знаешь И поэтому Я с прекрасным объектом Чтобы на него перенести Какие-то возникающие По ходу терапии эмоции Но ведь Не секрет, что Ну, может быть Не очень часто Но регулярно Пациент Когда первый раз Приходит к психотерапевту Он потом выходит Либо в слезах Либо выходит С ощущением дискомфорта Это не всегда Приятная процедура Не всегда На терапии вообще Никто не обещает Что он будет приятный Скорее всего От нее будет Положительный результат Но ты проходишь Через самые разные эмоции Не всегда приятные Кто впервые Открыл и описал Явление переноса Естественно Зигмунд Фрейд Куда же без него Началось это с того Когда Фрейд Только закладывал Основы своего учения Работал на пару С своим коллегой Доктором Брейером И доктор Брейер Имел дело С пациенткой Так называемый случай Анны О О чем собственно Ирвин Ялом Написал в своей книге Когда Ницше плак Да Можно прочитать Вот И Анна О Фантазировала о том Что она беременна Что она беременна От своего психотерапевта О том Что у них был роман И тому подобные вещи Но Брейер тоже испытывал К ней сексуальное влечение Как во всяком случае Это приписывает Да Приписывает Доктор Брейер Приличный венский доктор Естественно Всполошился Что же это такое Когда ему вдруг Приписывают ребенка Да еще пациентка И так далее И доктор Брейер Эту работу С Анной О Прекратил И дальше Жил себе спокойно Ну Насколько это известно Что было С Фрейдом Фрейд в начале Своей работы Очень Любил пользоваться Гипнотерапии Гипнотерапии Оказалось Куда пытливее И он задумался Что же это значит Почему К нему К человеку Не Небесной красоты Красавцу Доктора Которому Ничего не Известно Вдруг Пациентка Начала испытывать Такие пылкие Чувства И вот Тогда Явилось Понятие Переноса Просто Если Брейер Испугавшись Отступил То Фрейд Понял Одну Важную Вещь На которой Так много Базируется И в психоанализе И в современной Психотерапии Явление Переноса Будучи Осознанным Дает Прекрасную Возможность Проработать Его И понять Что это Были за Чувства Которые Переносятся На Терапевта Кому Они Испытывались Изначально Кто Был Тот Человек Какие Отношения Свят То есть Это Прекрасный Такой Мост В детство Человека Возможность Воспомнить Осознать И проработать Самые Разные Эмоции Каким Бывает Перенос В основном Делят На Позитивные И негативные Ну Это Понятно Позитивный Перенос Это Когда К терапевту Испытывают Очень Положительные Чувства Благодарности Дружеские Привязанности Любви Нежности И тому Подобные И тогда Пациент Легче Раскрывается Это Отдельные Трудности Негативный Перенос Ну Вот Кстати Случай С которым Мы Сегодня Начали Это Случай Негативного Переноса Когда К терапевту Испытывают Чувства Чувства Страха Ожидания Критики Осуждения Это Только Одна Из Разновидств Негативного Переноса Терапевт Мурзовое чувство Ненависти Чувство Сильной Обиды Злости И чего Угодно Более того Поскольку Терапевтические Отношения Развиваются Свободно Опять То Как Мы начали Как Мы с Вадим Ведем Передачи Свободно Отпуская Мысли На Свободу И вот Очень Частая История Когда Начинается Терапия Пациент Испытывает К терапевту Доверие И Благодарность Говорит Ему Всякие Приятные Теплые Вещи И это Происходит И Не очень Опытные Терапевты Которым Я был Когда-то Поначалу Думают Какой я Молодец Как все Чудесно И вдруг Посреди Полного Спокойствия Пациент Начинает Злиться На тебя Пациент Начинает Критиковать Тебя Обвинять Тебя во всех Смертных Грехах Обижаться Обижаться Кричать Что он Неверно Прекратит Терапию Что его Мучают Что его Обман И еще Много Всего То есть Та самая Работа За бессознательным Из него Постепенно Выходят Самые Разные Эмоции Самые Разные Некогда Подавленные Воспоминания То есть То что мы Неоднократно Обсуждали Когда С нами Случаются В детстве Самые Разные Болезненные Травматичные Вещи Их Осознавать Очень больно И включается Механизм Защиты Называем Вытеснение И все Эти ситуации Вместе С эмоциями Воспоминаниями Вытесняются В бессознательное И там Они Находятся Продолжая На нас Воздействовать То есть Мы Вроде как О них забыли Но тем не менее Они определяют Наше дальнейшее Поведение И самочувствие Да И поэтому Работая в терапии С человеческим Бессознательным Мы Никогда Не знаем Что оттуда Выскочит На свободу Но мы можем Понять Что станет Стимулом Который может Повлиять На то Что это Выскочит Стресс Например Или Там нет Каких-то Таких Чётких Механизмов Если мы На секунду Отвлечёмся От Психотерапии И образа Психотерапевта Светлого То например Один из Признаков Негативного Переноса С разрушительными Последствиями Это Серийные Убийцы То есть Для них Некий образ Изначально Частая Это Жестокая Мать Жестокий Отец Некий Образ Который Связан С ненавистью С болью И так далее И когда Серийные Убийцы Выбираете Себе жертв Примерно Одних И тех же По типажу Каждый Каждый раз Каждый раз Убийство Это Акт Переноса Это Выяснение Отношений С тем самым Образом То есть Он ищет Облегчение Получается Убивая Очередную Жертву Он пытается Да Он достигает Облегчения Чтобы ему стало Легче Эротический Перенос Это Фантазия Ну как Пациент Или пациентка Искренне Влюбляются В своего Психотерапевта Или Противоположного Пола Или своего же Пола По разному Это бывает И в этот момент Пациент Абсолютно Искренен То есть Для него Его терапевт Прекрасный Добрый Умный Человек Который О нем Заботится Который Ему Помогает Ну как Не полюбить Такого То есть Антарфин И все дела Все происходит По-настоящему Да И Хотя В этот момент Пациент Забывает Что Его терапевт Человек Который Вообще Ничего не знает Которого он увидел Не так давно Видит Человек Который сидит В кабинете Который задает Ему вопрос Который Внимательно Его слушает То есть О нем Обычно Ничего Не известно Поэтому терапевты Чаще всего Не берутся Лечить Близких Друзей И родственников Потому что Они для них Хорошо известные люди Место Для переноса Не остается То есть Не с чем работать И эротический перенос Тоже Такой Хороший способ Для Повод для терапии Анализ Эротический перенос Нас тоже Приводит К интересным Открытиям Перенос Одновременно Может и служить Тоже способом Сопротивления То есть Ну если у терапевта С клиента Начинается роман То понятно Что на этом Вся терапия Заканчивается Я такой Бессознание Способ терапию Прерывать То есть Это уже Выходит за рамки Профессионального Да Точно так же Есть Ситуации Когда Пациент Мужчина К мужчине Терапевту Начинается Испытывать Дружеские Чувства Эротическое Там явно Не звучит Но хочется Дружить И давайте Встречаться За пределом Ко мне Давайте В компаниях Будем вместе Повторить Время Разговаривать Общаться Вы умный Приятный Человек Мне очень нравится С вами Разговаривать И это Тоже Хороший Повод Для анализа Этого Переноса Для понимания Что же Происходит Известно Кстати Что когда Явление Переноса Еще так сильно Не было Описано И проработано Кто-то Из Корифеев Психотерапии Вступал В отношения Даже женился На своих Пациентках Потому что Все казалось По-настоящему Да Искренно И возможно Даже Эти отношения Имели Серьезное Развитие И Только Терапия На этом Заканчивалась Но Она Переходила В какую-то Другую Стадию Другой Уровень Отношений То есть Перенос Может быть Долгосрочным То есть На Идеи Переноса Можно построить Грубо говоря Семейную Жизнь Или Это Опасная Дорожка Я думаю На самом Деле У нас Повседневные Жизни Давайте Не будем Путать Терапевтический Перенос Возникающих Терапевтических Отношениях И Перенос Возникающие В обрядной Жизни Это Очень часто Наша Влюбленность Это Некий Образ Который Мы Переносим Из детства На человека Который Нам очень Нравится И Здесь Все Очень Неоднозначно Мы Можем Искренне Полюбить Этого Человека Можем Понравиться И он Ответит Нам Любовью И Эти отношения Будут Вполне Себлодотворны А Иногда Это Может И Часто Может Кончиться Разочарование Когда Мы Переносим На человека Чувства И Видим В нем Того Кем Он Не Является На самом Деле Мы Выстроим Отношения Не с этим Реальным Человеком А с Образ Нашего Бессознательного Далее Попытка Подкорректировать Этого Человека Под этот Образ Подогнать Изменить И так Дальше Идеал Вступает В конфликт С реальностью И Объект Этой Любви Он Не несет Ответственности За перенос Того Кто У него Влюблен Более Того Начинает Раздражаться Потому что Он не хочет Быть тем Кем Не является Был Какой-то Фильм Когда В советские Время Человек Который Все время Хотел Жениться Были Какие-то Новые Новые Невесты Он Познакомился С девушкой Говорил Так Ты должен Носить Вот такой Костюм Тебе Надо Ее бывших Мужей Все они Выглядели Одинаково И Он Понял Что Он Является Объектом Переноса И Быстренько Спас Собъектом Из этих Отношений Так Вот Я думал Что Перенос В нашей Жизни Происходит И В отношениях Дружеских И в отношениях Любовных Каких Угодно И Это Не Патология Я думал Все-таки На Переносе Вполне Выстраиваем Полноценные Отношения Вопрос Насколько Расходится Объект Переноса С тем Что Ты Ему Приписываешь С другой С другой Когда мы Влюблены Мы всегда Человека Идеализируем Никуда От этого Не День Это Химия Да Есть же Это Знаменитая Поэма Меджнуна И Лейли По-моему У персов Мне кажется Я не помню Точно Автор У них Есть Поговор Чтобы Любить Лейли Надо Глядеть На нее Глазами Меджнуна То есть Глазами Меджнуна Видит в них То что он Хочет видеть То что ему Подбрасывает Его Бессознательное И там Начинается Долгая Страстная Любовь Опять же Не столь Невинные Случаи Мы помним Что у Знаменитостей Всегда Или Периодически Встречаются Сумасшедшие Поклонники Которые Начинают Преследовать Ржимы Да Начинают Преследовать Угрожать им Писать им Письма Добиваться Встреч Я помню По-моему Есть такой В американском Суде Есть Запрет Приближаться На определенное Расстояние 200-300 метров Иногда и больше И Я не думаю Что очень помогает Потому что Перенос Тяжелый И серьезный Для человека Просто Дело принципа И чести Добраться Объект своей Любви Иногда Объекты Любви Угрожают Уничтожением Что тоже Бывает Но это Ведь можно Сравнить И с наркотиком Тогда получается У человека Такое Непреодолимое Желание Быть рядом Или появиться Рядом Что в общем Это можно Поставить С тягой Которую Испытывают Алкоголики Или наркоманы Наркотик Немножко Другой Я думаю Наркотик Это то Что Ты Испытываешь Некое Измененное Стояние Сознания И одновременно Перестаешь Испытывать Некую Негативные Эмоции Обстиненцию Тому подоломку Грубо говоря Я думаю Что здесь Немножко Другая История Человеку Ведь тоже Плохо Когда он Не рядом С объектом Который Является Объектом Его Одержимость Да Где любовь Переходит В зависимость А где не Переходит И как Разделять Эта тема Для отдельной Передачи На самом деле Возможно Когда-то Мы об этом Поговорим Что мы Можем Из всего Этого Почерпнуть Всего О чем Мы сегодня Говорили Во-первых Для людей Которые Собираются Идти на терапию Вы должны Быть готовы К тому Что Ваш Психотерапевт Будет Вызывать Самые Разные Чувства От Очень Положительных До Крайне Отрицательных И эти Чувства Могут Чередоваться Что Стоит Делать Вам Наверняка Ваш терапевт Сразу Озвучит Что Любые Чувства Можно И нужно Озвучивать Любые Мысли Можно И нужно Озвучивать Если У вас В какой-то Момент Возникает Что-то Очень Негативное Скажите Об этом Не бойтесь Вы терапевта Обидеть Или Задеть Потому Что Любая Ваша Эмоция Для него Это Способ Вас Лучше Понять Услышать И Скажем Так Перевести Ваши Эмоции На язык Вам же Понятный О чем На самом Деле Идет Речь Ведь Есть Еще Стеснение Человек Боится Сказать То О чем Он На самом Деле Думает Например Рассказать О своих Сексуальных Фантазиях Или Каких Желаниях И Это Не Всегда Просто И Соответственно С Психотерапевту Тоже Наверное Поэтому Терапия Процесс Требующий Времени Это Не Допрос Гестапо Тебе Не будут Ломать Пальцы Чтобы Ты Сказал Правду И Побыстрее В процессе Терапии Всегда Устанавливается Доверие Постепенно Иногда Быстро Иногда Медленно Как Сложится Но Рано Или Поздно Я думаю Пациент Чувствует Что он Может Доверять И Может Делиться Чувствами По Ватсапу Приходит Сообщение Два Вопроса От нашего Радиослушателя Виталия Первый Отчего Появляются Психопаты Социопаты И Нарциссы И сразу Зачитаю Второй Это Скорее Даже Не Вопрос А Реплика Проще Пациенту Мужчине Лечиться У терапевта Мужчина А Женщину Женщина Чтобы Не Было Сексуальных Провокаций Поводу Первого Вопроса С одной С одной С другой Это Может Быть Результатом Травматичной Ситуации В детстве А с другой С другой Это Может Быть Результатом Органических Повреждений В внутребном Периоде А может Быть Генетическим Мы точно Не знаем Поводу того Что проще Лечиться Там Или Там Есть Пациенты Которые Говорят Я Хотел Заниматься Человеком Противоположного Пола Или Человеком Своего Пола Проще Не значит Лучше То есть Если Возникают Эти эротические Эмоции Так называемые Эротические Переносы Мы говорили Это Хороший Способ Его же Проанализировать И сделать Что-то Более Понятным Поэтому Я думаю Не пойду Ко я К терапевту Противоположного Пола Вдруг Влюблюсь Это такая Стратегия Не очень Разумная На чем У нас установили До этого Месседжа Мы как раз О переносах О переносах Да Завершая И подытоживая Идя к терапевту Готовьте К самым Разным Эмоциям Готовьтесь К тому Что Кабинет Психотерапевта Это Одно Из самых Безопасных Мест В мире Потому Что Вы можете Быть открыты Ваши доверия Не употребят Вам во зло А более того Кроме того Знаете Что Ваша Откровенность Принесет Плоды Вы узнаете О себе Намного Больше Чем Ожидали Возможно Если Мы Говорим Об отношениях За пределами Кабинета Психотерапевта Если кто-то В этой жизни У вас вызывает Какие-то Очень сильные Чувства А мы Все Неоднократно Это Испытывали Ты приходишь К компанию Видишь Человека Который Вдруг Просто Располагаешь Со всей Душой Любовь С первого Загляда Дружба С первого Загляда Или Человек Который Вдруг Вызывает Раздражение Злость Хороший способ Но если Ты не ходишь На терапию То задуматься Самому А почему Собственно говоря Малоизвестный Мне человек Вызывает Такие сильные Эмоции Кому я Что-то Похожее Испытывал Кого он Мне напоминает Даже Не ходя На терапию Вы наверное Очень многое Сможете Узнать о себе О своем Прошлом О своем Эмоциональном Мире В любом случае Самоанализ Некоторые Называют это Пренебрежительно Ковыряться В себя Что уже Отражает Отношение К процессу Самоанализ Он конечно Куда более Ограничен Чем Работа С терапевтом Но тоже Может многое Принести Ну что ж На этом мы сегодня Завершим программу Диагноз недели В студии работали Врач-психиатр Риэль Резник Мартов Меня зовут Вадим Родионов Я с вами Не прощаюсь Через час Мы встретимся В программе Вечерный интерактив А Риэлю мы говорим До свидания До следующей недели Всего доброго До следующей недели Субтитры создавал DimaTorzok